Приветствую, друзья! Помните, в прошлый раз, когда мы беседовали с Дмитрием Анатольевичем Смысловым, который делает серьёзные лекции о психологах и о психологии, он показывал, что если вот так вот сделать... Ну, там он прикладывал что-то и так глаза поднимал, помните? Для того, чтобы снимать стресс и так далее. Так я вам сейчас дам сокровенный приём, вот этот вот. Он очень точно тогда сказал, а сейчас мы разовьём этот приём. Помните, я как-то рассказывал о том, что мне научил Леонид Ильич, очень мудрые евреи в таком мудром возрасте, как разводить глаза. Да, как он смотрел на портрет Пушкина в журнале, вот так вот, говорит, смотри, говорит, на мои глаза, я так смотрю, сижу против него. И он так раз смотрит, и я смотрю у него глаза, раз, разошлись и стали параллельно глазам Пушкина. Вот, говорит, научишься этому, и у тебя проблем не будет. Помните, я вам рассказывал, как он потом мне предложил, давай я тебе подстригу. Потому что он был, как он тогда сказал, ты знаешь, кем я был? Я говорю, кем, Леонид Ильич? Он говорит, я был, говорит, парикмахером в Тбилиси. Ты знаешь, говорит, кто такой парикмахер в Тбилиси? Ну, короче говоря, я рассказывал эту историю с этим приёмом. И вот, что я вам хочу сказать. Самое сокровенное действие происходит, когда именно глаза расходятся. Потому что они сопряжены с половинами мозга, и там происходит, условно говоря, разведение мостов. Это как бы разведение половин мозга, выход на нулевое состояние, о котором мы с вами говорим часто. Так в этом состоянии делается разгрузка. Вот развёл мосты, да, освободил место для новой информации. Потом опять сомкнул их, и это уже захвачено, и начинает работать. То есть ты создаёшь переключение доминанта. Из минуса вышел на ноль, вот этот ноль. А там куда заложишь что, потом и начинает работать. Да, а мне Дмитрий Анатольевич обещал, что в следующий раз расскажет о Ухтамском, который говорил о доминанте. Это потрясающе будет, мы его ждём. Да, там мне все пишут, когда же будет ваша следующая встреча. Сейчас я этот ролик ему передам. Он узнает о том, что мы его все ждём. И настроится, и мы проведём следующую встречу. А сейчас я вам хочу подарок сделать. Как я и обещал, вот эти вот рождественские праздники до этого, новогодние. Подарки мы делаем сейчас. И поэтому там посмотрите под роликом, в прикреплённых комментах, что там есть. И описание вообще под роликом читайте. И комменты вообще пишите не меньше пяти слов. Мне так сказали, что когда пишите комменты не меньше пяти слов, тогда продвигается наша школа в интернете, наш канал. И лайки обязательно ставьте. Так вот, что я хочу сказать. Дело в том, что когда вы разводите глаза, освобождаете место, и как на чистом листе можете записать себе новую программу для жизни, вы управляете своей судьбой. Вы можете в этот момент загадать себе сокровенное желание. Вот это сокровенное действие развёл глаза. И в этот момент загадать желание, опять сошлись мосты, как говорится, и желание начинает исполняться. Потому что это доминанта. Ну, доминанта диктует восприятие вашей избирательности. Доминанта действует на все системы психических и физиологических процессов. Ну, это ваша судьба. Поэтому вы можете загадать желание, но я вам хочу подсказать одно желание, которое очень важно для всей жизни, независимо от того, чем бы вы ни занимались. Я так в своё время загадывал желание, разводил руки. Я представлял, что руки расходятся. Раз они пошли, пошли, идея рефлекторная. Я воображал себе, что буду художником, что буду рисовать только шедевры. Ну да, оно исполнилось. Оно сняло блог у меня. Я раньше беспокоился, смогу я быть художником или нет, потому что я кто, а вот высокое искусство где. А тут вдруг я размечтался на фоне разведения рук, а при этом происходит автоматическое разведение глаз, потому что мы при этом выходим из одного состояния, входим в другое состояние. А там я размечтался, что буду делать только шедевры, и будут все люди приходить и дивиться, какое диво я совершил. И вот в результате я делаю картины. Видите, берегиня, берегиня, да, кстати говоря, эти картины у меня, последние книги у меня есть, там, где я даю приемы, приемы, как использовать энергию стресса для своих целей, как использовать энергию страха, потенциал такого напряжения. Вы представляете, у вас страх, а вы берете, разводите глаза или разводите руки. Да, ну я там много чего показываю в роликах, секундные упражнения, чтобы снять стресс и включить ресурсы. Так вот, я вам скажу сокровенное желание, которое у вас будет помогать во всю жизнь. Когда вы делаете, сейчас можете попробовать, смотрите наверх и разводите глаза, или представляете себе, что руки расходятся, в этот момент помечтайте. Чем больше стресса, тем больше сил. Да, и потом, знаете, вы таким образом взяли, освободили место для мозга, там освободили, все блоки сняли, создали нулевое состояние безграничности, беспредельности, вечности, безвремения. И там заложили вот эту новую установку, то есть предварительное распределение психической энергии на предполагаемую реакцию. И теперь будете ждать стресс. Любой стресс, который произойдет, по любой причине, вы его схватите, сразу вспомните задачи, которые вам нужно решить. И эта энергия стресса пойдет на решение этих задач. Вы представляете, я вас уже начинаю обучать использовать энергию стресса по своему усмотрению. Вы становитесь человеком будущего. Вот такие дела. И таким образом я сейчас отправлю эту запись Дмитрия Анатольевича. Он посмотрит. И мы проведем с ним следующую встречу. А еще мы проведем встречу с Евгением Каплуном, с диетологом и математиком, который помог мне подобрать шоколад. И всем нам будет помогать подбирать то, что нам нужно. Но у него очень интересная философия, индивидуальный подход. Так что, друзья, у нас много еще будет интересного. До встречи. А это вы сейчас уже можете сделать сокровенный прием и сокровенное желание, которое будет помогать вам снимать любые блоки и создавать шедевры в любой области жизни. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok